Вопросы крови – самые сложные вопросы в мире. Эти строки Булгакова сразу приходят на ум, когда смотришь на целое поколение врачей только в одной семье. Общий стаж работы Ольшанских почти 300 лет. В их семье 10 медицинских работников. Представительница старшего поколения Татьяна Ольшанская, врач функциональной диагностики, считает, что ее, как и всех последующих членов семьи, вдохновил пример дедушки, первого врача в роду, который начал практиковать еще в 1917 году. У него заповедь была помогать людям. Коль ты медицинский работник, для тебя не существует. Кто он, из какой партии, из какого сословия. То есть, если человек болен, то идем навстречу. Марине, дочери Татьяны, удается совмещать работу врача с профессией педагога. Она не отрицает, что в преподавании может найти свое настоящее призвание, но и с первой профессией медицинской сестры доставаться пока не собирается. Работа со студентами и не убирает работу с пациентами, поэтому у нас такое всегда двойственное. То ли мы медики, то ли мы педагоги. Мы и то, и другое. К тому же, студенческое сословие женщина может понять без труда. Ее дочь Ксении сейчас как раз обучается медицинскому ремеслу. Пошла по стопам бабушки. Девушка будет функциональным диагностом. Ни одного дня, ни одной даже минуты, могу так сказать, не было такого, чтобы я в чем-то разочаровалась. Нет, мне все больше и больше с каждым разом нравится. Альшанских, а также представителей остальных династий медиков с общероссийским праздником поздравил в Рео губернатора Виктор Томенко. Он обещал докторам особую социальную поддержку, особенно тем, кто трудится в селах. Я уже Министерству здравоохранения, Края и Министерству финансов дал поручение рассмотреть вопрос, а возможно, может быть, усиление мер социальной именно поддержки специалистов, работников этой отрасли. Меры социальной поддержки позволят, в том числе молодым докторам, задержаться в сельской местности. Ведь, как бы ни любили свое дело представители медицинских династий, каждый труд должен приносить не только моральное, но и материальное удовлетворение. Ирина Харитон, Павел Лауронин. Наши новости.